Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл семинар по развитию новых технологий дополнительного образования. Руководители учреждений и педагоги собрались здесь, чтобы обсудить актуальные темы и методики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы надеемся, что не только мы делимся своим опытом, но и услышим мнение коллег, как организована работа с детьми УВЗ в других территориях. Надеемся, что это послужит для нас ещё одним из важнейших стимулов совершенствования педагогической деятельности. Также поучаствовали в семинаре и представители Магнитогорской галереи искусств. Руководители музыкального и хореографического направлений, а также методисты провели тренинг «Коллективное творческое дело», который не был подготовлен заранее. Разделились на команды и устроили мастер-классы. Команда разделяется у нас на две половинки. Одна половинка даёт мастер-класс, семинар по педагогической образовательной технологии, которая называется «Коллективное творческое дело», а вторая часть будет участниками. Мы разделились ещё на две части для того, чтобы перенять опыт и у копичан в освоении технологии работы с детьми, с УВЗ и поработать на своей площадке. Совершенствовать образование детей с ограниченными возможностями здоровья стали и потому, что появились подходящие условия. В прошлом году Дворец творчества детей и молодёжи выиграл конкурс на получение средств на организацию доступной среды. Для колясочников смонтировали пантус с кнопкой вызова помощи для дальнейшего передвижения. По всему дворцу установили поручни, информационное табло с тактильными знаками и ещё ряд других приспособлений. Благодаря этим условиям количество особенных воспитанников во дворце значительно возросло. Рост наблюдается в геометрической прогрессии. Если три года назад у нас занималось четыре ребёнка-инвалида и было 11 детей УВЗ, и я вам назову сегодняшние цифры, у нас 18 детей-инвалидов, они получают 36 образовательных услуг, то есть несколько образовательных программ они выбрали, и 157 детей УВЗ. Комфорт для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создают и по другим направлениям. Это подготовленные педагоги, специальные образовательные программы и особые средства обучения, например, сенсорная комната и оборудованные рабочие места. Именно благодаря этому инклюзивное доп. образование и набирает силу. Всё вместе именно и создают ту благоприятную среду, когда ребёнок может, во-первых, попасть чисто физически в учреждение, где ему комфортно, во-вторых, созданы психологически комфортные условия и содержание образования, оно соответствует его потребностям и его возможностям. Поэтому над этой темой работают все образовательные учреждения, мы не исключение. Подобные семинары во дворце проводят уже не в первый раз. Такие встречи помогают педагогам разных учреждений поделиться опытом и создать новые образовательные программы.